Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Предоставляется по соцнаему. То есть жилье, находящее в собственности Кировской региональной ипотечной корпорации, не является государственным раз. Жильцы не исключали договор со соцнаему. Они платили арендную плату. Об этом говорила счетная палата Кировской области еще вот тогда. Это можно и нужно было сделать по-другому. Это жилье должно было быть неотчуждаемым муниципальным или областным. Чтобы никакая компания в рамках процедуры банкротства это жилье не пыталась у людей вырвать. По другому эпизоду дела Белых, когда Крик брал кредит, чтобы профинансировать бюджетные учреждения, Титов тоже считает действия властей незаконными, а наличие состава преступлений очевидным и поясняет, почему расследование началось спустя лишь 5-6 лет. Очень сложно зайти в акционерку. Сейчас начались, собственно говоря, проверки правоохранительных органов с момента, когда тема по служебному жилью, так называемому, там она всплыла и дошла до уровня администрации президента. Материалы изучили, собственно говоря, там увидели эту сделку. Я ее раньше в каких-то материалах в СМИ не встречал. Наверное, она не обсуждалась и где-то вот внутри была. То есть мы же не видим. Это не госзакупки. Это вот абсолютно непрозрачная история, которую знает только совет директоров и руководитель корпорации. Уголовное дело по Крику было заведено год назад. В июле 21-го года экс-губернатора Никиту Белых перевели свидетелей в обвиняемые. Кировчане тратят на продукты и товары по 15 тысяч в месяц. За 6 месяцев 2021-го среднестатистический житель области потратил на покупки товаров 88 тысяч рублей. Это данные Кировстата, которые он опубликовал к Дню работника торговли, который отмечался 24 июля. По данным статведомства, оборот розничной торговли в сопоставимых ценах сложился в этом году выше показателя прошлого года на 5,5% и составил 110 миллиардов рублей. Кировских работников торговли поздравили на праздники ВТПП словами и грамотами. А вот в Улан-Удэ сотрудников центрального рынка поздравили трехъярусными тортами с изображением советских весов, 10-рублевых монет и почему-то фортепианой клавиатуры. Экономика на 101 ФМ. Четыре кировчанина в 2020 году умерли от травм на работе. По данным Кировстата, за год численность пострадавших при несчастных случаях на производстве снизилась на 25 человек и составила 286. Больше половины пострадавших получили травмы по своей вине и по вине работодателя. Шесть находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Зафиксировано четыре случая производственного травматизма со смертельным исходом. Это на три меньше, чем в 2019. Больше половины травмированных на производстве мужчины. Как отмечает Кировстат, уровень производственного травматизма в Кировской области довольно высокий. Полтора пострадавших на тысячу работающих, что в 1,7 раза выше среднего уровня по Приворскому федеральному округу. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 73,77. Курс евро 86,85. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101.ФМ 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 41.ФМ 10.ФМ 15.ФМ